Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С какими чувствами вообще в сборную возвращаешься? Ну, с нового листа все начинается, с новым тренером. Конечно, эмоции другие. Сейчас будем знакомиться потихоньку и хочется проявить себя. Ну, это жизнь, это футбол. Такое бывает. Конечно, не всегда все будет идеально. Надо просто идти вперед дальше и, как сказал, начать все с нового листа. Расскажи, кого ты знаешь из тренерского штаба сборной России? Наверняка с кем ты уже работал? Ну, там помощник тренера по физподготовке. Работал основной в Валенсии в прошлом году. Хуан. Ну, массажист и физиотерапевт. Я всеми знаком. Плюс Валерий Георгиевич звонил мне на днях, спрашивал мое состояние. То есть, как бы уже познакомились. Виктор Савельевич, Ановка, Николай Николаевич, ПСРФ? Ну, Николай Николаевич. Работали в молодежке долгое время. Савельевич, друг моего отца. То есть, тоже знакомый, хорошо. Вот, сейчас встретимся снова. То есть, в принципе, нет такого, что ты прям едешь совершенно незнакомый коллектив, да? В принципе, знаешь, игроков понятно, еще и тренеров, да? Ну, да, конечно. Конечно, я не знаю, как Валерий Георгиевич работает, но сейчас познакомимся. Скажи, скоро будет уже матч с Харматией. Наверное, Катя запомнился прошлый матч против этой команды. Ну, да. С одной стороны, позитивно, а с другой, не очень. Потому что мы не смогли пройти дальше по пенальти. И, конечно, это было очень обидно. После такого матча, который команда выдала в конце сравнять, Марио забил такой шикарный гол, и не получилось выиграть. Но ничего, это все позади. Теперь у нас мысли только о победе. Есть какие-то, знаешь, реваншистские настроения, что хочется как-то? Ну, я думаю, это в футболе всегда присутствует, и это хорошо, мне кажется. А в тот день мы проиграли по пенальти, ну, игра, можно так сказать, была ровная. Ну, посмотрим, как сейчас ее будет. Знаешь, что Мудрич не сыграет против назад? Я не знал. Ну, по-моему, у него травма была, я не знал, что он восстановится или нет. Сильное влияние на игру оказывает Хорватия? Ну, конечно, бывший золотой мяч не может не сказаться негативно на игре Хорватии, конечно. Ну, ты вообще смотрел матч Хорватии последний? Сильно она отличается от той команды с у нас? Если честно, я последний матч Хорватии не смотрел. Я, как бы, стараюсь концентрироваться на сборной России, на клубных соревнованиях, как бы, не смог посмотреть в Хорватии, не смотрел. Ну, вот еще после Хорватии будет матч с Кипром. Опять же, последний матч с Кипром тебе запомнился, наверное, хорошо, да? Да, 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 да. Тем более, это означало выход на евро. Конечно, результат 0,5 мы, по-моему, выиграли. Забило долгу по всем мячам, по-моему, выиграли. Да, то есть приятные воспоминания, но с нового листа все начинается и надо победить. Может жара помешать? Там на Кипре говорят больше 35 градусов. Надеюсь, что нет. Жара будет и для них, и для нас одинаковая, так что придется поработать. Ты привычный уже к горе, но, в принципе, какие вот рекомендации можешь дать, когда действительно жарко, что лучше делать? Побольше пить воды. Поменьше бегать? Нет, бегать надо. Какие рекомендации можно еще сказать? Побольше пить воды. Понятно, мы ждем обязательно. Слушай, ну, как тебе старт Валенсии и твоя роль в этом старте? Ну, слава богу, тренер сейчас доверяет, сыграл три игры в старте и набрали 7 очков из 9, то есть команда начала сезон очень хорошо. И мы хотим просто продолжить это, не останавливаться на этом. Сейчас будут тяжелые игры после сборов. Но сейчас я пока хочу только о сборной подумать. Ну, тогда последний вопрос про Валенсию и про сборную. Вот что вот изменилось в тебе, что в прошлом году ты все-таки не так часто в прошлом сезоне играл за Валенсию? То есть, об этом вот и на прошлом сезонке ты в танцкой повязке и вышел, да? И гол-го победный забил, и сейчас уже передача производит и на фенальт. Ну, не всегда только из одного, бывает с течением обстоятельств, не всегда было доверие от тренера. Делал ставку на других футболистов, это тоже я уважаю, как бы, я не возражаю ничему этому. Поэтому, ну, я никогда стараюсь никогда не останавливаться, всегда работать так же и стремиться всегда побеждать для меня, это самое главное. Как пожелает папа, что он тебе сказал перед отъездом? Ну, как всегда пожелал удачи, чтобы я насладился самой главной игрой, сборами, что вызов в сборную России, это всегда большая честь для футболистов. Когда ты возвращаешься в Россию, на родину, какие чувствуешь, что тебе больше всего не хватает в Испании? Ну, русская кухня мне не хватает, только когда мама приезжает. Ну, и, конечно, скучаю по партнерам, по сборной, тоже болельщики здесь, чувствуется любовь болельщиков. И, ну, надеемся, что можем их отблагодарить хорошей игрой и победой. После этой информации, на Лужники смогут прийти достаточно много болельщиков, то есть не три тысячи, а больше. Это хорошая, наверное, да? Ну, конечно, хорошая, я думаю, они тоже соскучились по футболу и придут поддерживать. То есть можно с уверенностью сказать, что сделаем все возможное, да? Обязательно. Тормату на нем, да? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова